мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочно с лужанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание очень отец хочет сейчас делать сейчас у нас будет удар по долгам освобождение от долгов отец хочет силой знамений и чудес избавить тебя от этого чудища которые пытаются корчить себя фараоном удерживать там финансовом плохом состоянии на самом деле с этим вообще проблем нету но он хочет еще раз завоевать тебя для себя показать тебе это чудо мы же не только освобождаемся от долгов мы еще и освобождаем потому что если у тебя сегодня долгов нету тебе нужно освобождать других людей и даже если они у тебя есть все равно тебе нужно освобождать людей ты же дух животворящий везде куда ты приходишь везде все оживает и расцветают везде расторгаются узы и рма почему потому что на тебе помазание скажи помазание вы знаете что исцеление это часть процветания кто тратился на таблетки и лечение знает уже когда не тратишься уже процветать начинаешь когда вся пенсия уходит на таблетки какое-то процветание вообще исцелился и вроде ничего не произошло а деньги лишние начали появляться так это то что сегодня отец будет делать с твоими долгами сравняет землей уничтожить будущее у этих долгов потому что бывает что человек избавляется от финансовых обязательств но долги нарисовываются снова и снова бывает что ты срезаешь вершок а корешок снова дает рост мышь откуда эти долги есть два выражения 2 2 фразы выдающие наличие вот этих вещей первое откуда эти долги все время появляются и второе куда деньги уходят понять не могу вот это называется в библии дырявый кошелек сколько бы не заработал все как вот песок друзья долги это такая же ерунда как и болезнь ничем не отличается вообще создается какой-то затор здесь в организме там в твоей экономической ну жизни в течение экономическом это может быть что-то начиная от сбоя в процессе заканчивая атаками демонических духов вы тут и поэтому лечение что называется она одно и то же смотрите хочу привести вам пример все на классно общий день потому что именно сегодня отец это хочет показать свое свою мышцу обнажить долги точно как бесы как нервы меду как какая-то болезнь они выглядят как связи которые сковывают тебя не дают тебе расшириться не дают тебе двигаться тяготят самое главное что их функция самое главное это занимать твои мысли ты здесь когда ты занят мыслями о долгах ты не ты не не в силе процветать ты не можешь делать никаких решений все с кем я сталкивался у кого были долги вы здесь должники все у кого были долги все их мышление о процветании сводилось чтобы рассчитаться то есть представьте насколько сразу понижается планки они хотя бы в ноль выйти уже не надо там никакой прибыли вот пусть бы вообще долгов не было уже все хорошо вы здесь вот человек у которого есть долги самая главная функция долга как и болезни занять этим всю твою жизнь занять этим всю твою жизнь точно так как больной человек ему уже не до чего ему бы хоть бы выздороветь и все мне кажется счастье это когда ты не болеешь для должника счастье это не иметь долгу в ноль выйти и все это не то представляете что иисус пришел и горит я пришел дать жизнь с избытком амэн то есть не просто выздоровление а чтобы ты еще был как исцеляющий поток помазание животворящий дух не просто живое существо животворящий дух не просто человек который не имеет долгов мне это не интересно вообще вот я уже не имею долгов например мне не интересно просто не имеет долгу не надо вот знаешь как я люблю говорить трогайте меня то я приду и сам вас потрогаю ну то есть мне не имется меня сейчас долги не трогают может быть и зря потому что я тогда иду и тебя буду сейчас из долгов выводить понял то есть ты становишься личностью которая нарывается которая лезет туда куда не зовут вообще это хорошо иисус таким был иначе бы он синагоги не приходил понятно то есть они сидели своих синагогах но куда он не приходил там происходило движение и это было не остановить и не удержать они смотрели вслед ему горит не видите весь мир идет за ним это наша тема аллилуйя скажи весь мир идет за ним он приходил и говорил вот эту дочь авраамову не надлежало ли развязать от уз сих в день субботник вот уже 18 лет у нее долги 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 надлежало или нет надлежало приходит другому и говорит вот смотрите видите он в яме в долговой яме он горит из вас кто-нибудь своего осла из ямы не хочет вытащить я осел что ли ты не осел осел это твои финансы которые надо вытянуть амэн в какой день субботник я думаю что на самый классный день для этого это учу отец самого утра заговорил про это это не входило в мои планы я собирался оставить вас в своих долгах я шучу шучу но не так отец прямо сейчас мы сделаем молитву помазана и все начнет происходить вот иисус взял и развязывал этих людей написано отпускал измученных на свободу открывал темницы то есть это все действовало через помазание помазание в действии неважно какой день религии нужен что специальный день какой-нибудь не суббота или там еще никакой религия говорит не сегодня иисус приходит и говорит суббота здесь воскреснет в последний день ну когда-то же я выберусь из долгов нет воскресенье уже здесь сегодня скажи тотчас ныне независимо от дел правда никакая разница вообще как-то в эту яму попал увидели хоть раз чтобы иисус выяснял что-нибудь ну замскал то вот это 18 лет помнишь 18 лет назад как ты попала сюда как тебя сатана связал за что за что ну скажи всем чтоб все слышали чё ты 18 лет в этой проблеме сидишь было такое не было он просто сказал надлежит развязать сегодня какая разница что суббота или еще какой-то день еще и лучше суббота амэн то что суббота сегодня ты же сегодня хочет поэтому когда в течение вот этого дня завтрашнего дня и следующие дни когда ты увидишь как это сработало мы хотим услышать это даже если это сегодня некоторым могут приходить извещения хорошие новости прямо вот какие-то новости ваш это не обязательно что те позвонят с банка из кого вы нам больше ничего не должны иногда это произойдет и и самый лучший вариант чтобы это произошло через процветание то есть появился появилась возможность появился источник открылись источники когда ты просто взял и загасил те последние трое но не трое а третья категория может их и трое и было там они пришли виноградник с господином в последние часы дня до там буквально час оставался мое мнение что они вообще не работали они просто прогулялись по саду приготовились к работе получили деньги пошли домой а мы поели винограда немножко да еще может домой прихватили по ящичку судя по диалогу первых кто работал они пришли в бешенство от такой справедливости поэтому если хочешь быть злым приходить домой уставшим тебе за лопату если хочешь веселым изначально начинай с того что ты не настраивайся браться за лопату или просить проводи время в радости вот они стояли там праздно с чувством праздника вот так вот нормально это была самая правильная позиция сказать почему даже мы еще могу вам продолжить это откровение потому что он когда смотрел с каким у нас настроением они стоят в зачем портить настроение людям работой он же приходил три раза их видел вы думаете что радостных бог берет на работу нет он тех кто у кого праздник написано у кого сердце весело у того всегда что пир они работа а у кого на лице написано дайте лопату ну на тело под наш ки горит я вам хочу сказать у кого чаще всего написано на лице что дайте лопату сказать вам истинные причины лопаты корона на голове я сам и корона она часто съезжает ее надо лопатой поправить просто понимаешь да и поэтому он говорит так это понятно он сам на вперед и корона таки к концу дню поправилась не честно парень таковы правила игры последние будут первыми и таки себе знал вот тем меньше умничать надо было радовался бы жизни я в тебя не нанял а поскольку ты грустный на тебе лопату ты гордый поэтому ты и грустный запомните друзья все кисломордые это не просто люди без настроения это гордые люди гордые люди траве в себе это всеми вот средствами достаточно быть веселым чтобы получить в конце дня прогулку по винограднику и бабки понял вот эта концепция тебе нравится вообще да в царстве все так никому там твоя корона и лопата не нужны вообще там нужно хороший собеседник виноградники с хорошим настроением это же возьмешь вот такого с лопатой он будет поговорить а поговорить а он за лопату почему потому что ты когда с ним будешь говорить вот и себя господин уже будет думать а я щас тобой проговорю тут все время ты потом не заплатишь все работяги так думают они делают ставку на свой труд на свою лопату я национе так обычно их выражение может кого-то это обличить вот этими руками я вижу прямо лицо господину идти туда работа работой давай а ты идешь такой папу за руку держка вот этими руками деньги считаю самая тяжелая вообще это деньги считать тебе нравится такая жизнь вообще добро пожаловать сюда на небеса на друг мы халилюю неверные управители бездельники блудные сыновья вы так нравитесь отцу потому что блудные сыновья написано приходят в себя эти вот неблудные сыновья они в себя никогда не приходят они все время не в себе хоть дома хоть не дома не не в себе всегда религия это вообще это она не в себе это точно прийти в себя написано помните блудный сын пришел в себя это прийти в христа как только ты обнаружил себя во Христе это написано, пришел в себя. Поэтому, когда я говорю, что Христос это ты, то не надо выбегать из зала, как ошпаренный. Давай Отцу славу дадим. Неверные управители начинают догадливо поступать. Вот почему-то верные, они вот как-то недогадливо поступают. Вот догадливо поступают неверные управители, когда у них уже все. Момент Х. Все уже сказали. Не можешь управлять. И вдруг он начинает управлять. Класс, мне нравится. Нищие, промотавшие, банкроты, эти вот, которые прогуляли все. Вы знаете, сколько я видел бомжей в своей жизни? Единицы из них попали в это состояние из-за какой-то страшной истории. Большинство из них просто прогуляли, прожгли всю жизнь. Любители погулять вообще. И самое интересное, что вот такая простая жизнь, иди, устройся на работу, она им не устраивает. Не устраивает. И вот Иисус собрал таких вокруг себя и говорит, ну все, начинаем благовествовать. все дни несчастного печальны, теперь это в прошлом. Начинаем говорить правильные вещи, транслировать славу, и все узнают, что сын появился. Амин. Давай отцу славу дадим. Халилюя. Смотрите, друзья, еще. Сейчас уже будем молиться. Избыток, скажи, избыток. Избыток, он начинается с радости. Скажи, радость. Вот как я говорю, нищие благовествуют. Для чего нужна радость, как она связана с избытком? Забегая вперед, мы еще сегодня к этому вернемся. Как понять вообще в жизни, под чьим водительством ты находишься? Откуда у тебя приходит радость, то тобой и управляют. Если деньги тебе приносят радость, вот смотрите, те праздные, они были праздными и без денег. Поняли? Еще не было денег, они уже такие, им хорошо, все нормально. И то есть, по сути, деньги ничего не решили с их настроением. Ты здесь? Если деньги тебе могут сделать настроение хорошее, значит, они тебе могут сделать настроение и плохое. Если они тебя могут заставить действовать, значит, они тебя могут заставить и бездействовать. Под чьим водительством ты находишься? Самый верный эталон, это радость, потому что написано полнота радости перед лицом твоим, не перед входом в банк. И не в денежном хранилище, а где? Перед лицом твоим. И дальше написано, ты укажешь мне путь жизни. Вот она, радость и водительство. Все от его присутствия. Скажи, отец, это радость, избыток радости. Таким образом, ты приобретаешь сразу свободу от того, чтобы думать постоянно о долгах. Вы уже готовы освобождаться от долгов? Радоваться будем? Хорошо. Начали радоваться, только когда за процветание речь пошла. Халилюя. Итак, друзья, какой признак того, что ты вернулся в управление? В случае с неверным управителем он начал догадливо поступать. понеслось. Халилюя. Это освобождение, нормально все. Халилюя. Скажи, радость. Радость. Скажи еще раз, радость. Радость. Избыток. Избыток. Ай, класс. Класс. Итак, я уже заканчиваю. Друзья, смотрите, скажи, догадливый поступок. Смотрите, возврат в управление. Смотрю, там пошло, да? Ой, класс. Возврат в управление это момент, когда человек начинает догадливо поступать. Все. Он полностью пришел в себя и начинает что-то действовать. Начинает что-то готовить для своей жизни. В случае с неверным управителем он стал распоряжаться финансами, устраивая свое будущее, отдавая их. То есть он взял деньги, вы знаете, и он отдал каким-то людям, списал долги, списал долги. И из-за этого эти люди готовы были взять его на работу к себе. Помните эту историю? И хозяину это понравилось. Он сказал, ты молодец, классно сделал. Иисус заканчивает эту притчу фразой. Он говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они взяли вас в обители вечные. Ты здесь? Иными словами, он говорит, что есть действие в управлении, которое высвобождает для тебя обитель. Это не спасение. Это не о спасении речь идет. Если бы спасение зависело от того, что ты дал деньги или нет, то поверьте. Иисус сказал такую вещь, он говорит, в доме моего отца обителей много. На самом деле, здесь на небесах есть разные сферы обитания. Есть очень высокие вещи. Есть обычные для небес, как и на земле. Вы здесь? То есть, вот эта радость накрывает. Это освобождение. Все, они уже приедут домой, долгов не будет. Сто процентов. Амин. Амин. О, отец, спасибо тебе. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Поэтому, когда приходит избыток, друзья мои, он начинается с избытка радости. Он сказал, я посылаю тебя крестить людей в торжество. Я говорю, как крестить людей в торжество, у которых еще долги, болезни? Он говорит, так с этого все и начинается. С этого все и начинается. Я хочу это для тебя. Я сюда для этого приехал. Отец покорять будет тебя не моими убедительными словами, а силой знамений и чудес, как он всегда это делает. Я говорю тебе, Духом Божьим, не останется камня на камне от твоих долгов. Я говорю тебе, Духом Божьим, не останется камня на камне от твоих ипотек, кредитов, от твоего этого еще остатков проклятого мышления. Потому что сегодня этот корень будет изъят из твоей головы. Помазание расторгает узы ерма. Свобода приходит. Все. Помазание двинулось. Свобода приходит. Сейчас изыдут жнецы, которые возьмут тебя в новую славу, оставив плевелы в огне. Переведут тебя в новую славу из любой темницы. Слушай мой голос сейчас. Из любой темницы. Петр, который сидел в тюрьме, несмотря на то, что он был апостолом, это не тот Петр, который вышел с ангелом из тюрьмы. Это две разные славы. Петр, вышедший из темницы на свободу сверхъестественным ангельским образом, на века положил веру и упование в эти сверхъестественные вещи тысячам поколений. Это было два разных Петра. Петр до выхода из темницы и Петр после выхода. История того, как Павел с Варнавой, Павел и Сила вышли из темницы, она также явила славу знамением на века. Пойми, что твой выход из темницы это то самое знамение, о котором говорил Сын Божий и мы вчера. Воздвигнуть свое положение в короткий срок знамением для мира. Лукавых, прелюбодейных людей, которые надеются на лопату, на свои старания, на свои речи, Отец сегодня высвобождает ангельскую активность для твоей темницы, где бы ты ни находился. Куда бы не встрял твой осел, куда бы не застряла твоя овца, сегодня лучший день, чтобы достать ее оттуда. Как силен бы не был этот фараон, удерживающий тебя в долгах и рабских обязательствах в этой работе. Он говорит, праздный ты, праздный. Но именно это и нравится отцу. Праздный ты, праздный. Сегодня отец говорит ему моими устами, твоему вот этому рабовладельцу. Я покажу на тебе силу мою. Я покажу на тебе силу мою. Для этого дня я готовил тебя. Для этого дня эти долги клевали тебя и душили, чтобы сегодня, скажи сегодня, в день субботний, как знамение, выйти на свободу, выйти из темницы. Отец, я благодарю тебя. Рукою крепкой, силой знамений и чудес. Отец, ты обещал мне. Отец, ты обещал мне. Я благодарю тебя, что сейчас сила твоя движется. Жнецы вышли. Ангелы вышли. Сейчас, пока ты здесь, ангелы уже бомбят твоих фараонов. Достают тебя из долгов. Отец, я благодарю тебя. Хорошие новости уже приходят со всех сторон. Новости о том, что фараон не устоял. Будущего у долгов нет. Я говорю каждой такой бесплодной смоковнице, да не будет от тебя плода вовек. Засохни от корня. По моему слову, всякий долг разрастающийся, пленяющий, сбивающий с дороги, вводящий в заблуждение, тяготящие мысли. Уйди с дороги. Прочь! Прочь! Даже выгонят тебя! Долги твои даже выгонят тебя! Не соглашайся даже уйти из них, не нажив себе состояние. Долги не могут обратиться в ноль. Они могут обратиться только в прибыль, в избыток. Ноль! Это не про нашего Отца. Он не просто пришел сделать тебя живым существом, Он пришел и сделал тебя Духом животворящим. Он не просто тебе сделал достаточно, Он сделал более, чем достаточно. Человеком, который даже в состоянии ноль может обогатить, потому что ноля не будет никогда. Подними свои руки. Когда ты поднял свои руки, это врата вечные, поднявшие свои верхи. И царь славы войдет сейчас в ту сферу финансов. Я вижу, некоторые люди вообще не могут стоять на ногах. Слава, тяжелая слава. Как личность. Духи нищеты, духи поражения, духи рабства, убирайтесь вон! Рукою сильно я поражаю вас нечестивые духи в голову. Рукою крепкой вывожу, сынов, из всякой петли, из всякого рабства, из всякой зависимости. кто-то исцеления сейчас получает, на которые уходят деньги. Хватит! Выходи к отцу сейчас. Лучше с отцом в пустыне, чем с этим луком и чесноком в рабстве. Выходи по манну. Выходи за мамой. Выходи на гору. Просто сделай этот шаг вперед пророчески. Выйди! 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 Отец, я благодарю тебя. Дайте еще ангелам держите руки. Пускай ангелы сходят и восходят. Я вижу сейчас, как какой-то ангел, он как будто спускает выгребную яму. Это хлам, которым заполнилась чья-то жизнь из-за долгов. Это поражение, которым наполнилась чья-то внутренность из-за неудач в предпринимательстве, из-за неудач что-то делать, из-за неразберихи, из-за каши в голове. Отец, я благодарю тебя. Еще, 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 друзья. Я вижу просто сейчас происходит такое вымытие этих залежей. Сейчас каждый камень, каждый кусок этой грязи превращается просто в золото. Помазали. Вот здесь сейчас слева от меня дышь. Я высвобождаю твою свободу. Отец, я благодарю тебя. Помазали. 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 Здесь готовы принимать? Поднимай свои руки. Рукою крепкой сокрушаю фараона сейчас. Высвобождаю помазание на разум. Слава, 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 слава. Слава, слава. Состояние легко приходит прямо сейчас. Сила принимать идеи, возможности, проекты. Сила быть на горе и получать проекты, как Моисей получил проект с Кинией. теперь ты свободен получать проекты в бизнесе предпринимательстве идеи хорошие жемчужины ради которых не страшно посвятиться потратиться принимай это помазание сейчас скажи помазали 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 спасибо отец спасибо отец я еще хочу немножко потранслировать я чувствую желание сильное побудь сейчас в потоке которые я чувствую сейчас которые хочу чтобы ты также чувствовал можешь закрыть свои глаза да я пообогащаю тебя понаделяю можно как ты знаешь что ты имеешь такую власть обогащать конечно если ты сын ты всегда имеешь власть обогащать мы нищие но многих обогащая мы нищие не потому что у нас ничего нет а потому что мы всем обладаем а зачем что-то имеется если ты всем обладаешь распоряжаться лучше чем иметь поверьте что кто распоряжается тут все имея такие ребусы распутываются в голове да такая свобода вообще лучшее что ты можешь сегодня в этот день иметь это чувство насыщения чувство этого масла этой прибыли чувство этой свободы да эту радость халилюя отец я высвобождаю сейчас эти замечательные потоки поток течет будь потоки сейчас поток течет поток течет важнее всяких денег важнее поток принимая сейчас помазали это создавать потоки как или научись этому да 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 ай красота крика красота поток течет поток течет поток течет отец спасибо тебе за то что ты совершаешь прямо сейчас я вижу такое видение сейчас как у некоторых людей этот поток он был как бы оборван и это воссоединение происходит отец и сын одно один поток ты как приделан к этому потоку как соединен с этим потоком ты можешь насаждать это где хочешь поверь что твой источник не в хорошей работе в этом потоке тебя пошли в германию ты и в германии жить останешься пошли тебя в удмуртию ничто тебя там не удержит тебе будет хорошо везде потому что помазание одевающая достатком местность в которой ты находишься она прямо с пяток с твоих стекает прямо из ног это не от местности зависит это от ног зависит это от ног зависит сына божьего который идет отец я благодарю тебя сейчас увидел еще образ такое видение ну прям такой более конкретный кошелек наполняющийся помазанием это значит неиссякаемый неиссякаемый сразу столько рук поднялась аллилуйя отец спасибо тебе спасибо тебе силой знамений и чудес ты покоряешь этот народ себе спасибо 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 халлилуйя ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ой-ой-ой ну побудь сейчас как в день зарплаты как в день зарплаты а что в день зарплаты обнять и плакать да вот так хорошо радость приходит радость приходит давай отцу славу дадим мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказать да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на который мы поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание процветание процветание процветание